Наркотики, вот такие журналы, как «Флирт», интернет, порно, извините, ресурсы. Вот это все как раз и разрешает наше общество. И еще Бржизинский в своей шахматной доске книги написал о том, что необходимо сегодня сделать для того, чтобы уничтожить мощь и силу России. Вот это все сегодня происходит. И очень печально, что сегодня находится, ну, мы сейчас уже об этом забыли, да, оборотни погона, да, помните, такое было? Мы об этом поговорили год, и на этом все закрылось, да? Журналисты перестали говорить почему-то, вот, телевидение перестало показывать тоже почему-то. Мы знаем почему. Потому что за каждым торговцем наркотиками стоит тот человек, который работает на этой территории в погонах. И он знает, где, в каком подъезде продаются наркотики. В поле какой школы сегодня стоит машина, где дети подходят и получают свои чеки. Где вот такие журналы, как «Флипс», которые дают многомиллионный доход теневым хозяевам, арестовали не хозяина вообще-то, а арестовали, скорее всего, исполнителя. Хозяева все равно другие. Хозяева сегодня в Лондоне сидят, они бросили Россию, но у них есть российское гражданство. Они сегодня говорят о том, что мы граждане России. Ну, лет 10 они уже здесь не были. К большому сожалению, когда мы говорим о борьбе с коррупцией, борьбе с тем злом, который сегодня существует в нашем обществе, вот как раз люди этому не верят. Люди этому не верят. Потому что рядом с ним это происходит. Рядом с ним на рынках, в магазинах, везде и всюду происходит. Вот мы взяли сегодня все связано с этим Ашаном, да? Разве этого не было? Этих продуктов, которые отравливали наше общество. Это было все. Ну, наконец-то кому-то взялось. Но через несколько дней мы об этом забудем. Забудем, как и забыли, за борьбу по другим направлениям. И поэтому этот журнал «Флирт» он не один такой. Это та цепочка, та система, которая выстроена вокруг России сегодня. И, к большому сожалению, внутри России есть так называемые адепты, которые это держат, это лоббируют, закрывают уголовные дела. И те же опера, которые с этим борются, когда ему раз дали по рукам, два, три, он просто уходит и снимает погоны, потому что не видит поддержки. Вот как раз один из элементов, который будет у нас в нашем движении планета Русь, это как раз это направление. Мы тоже его рассматриваем, чтобы люди не просто, как мы с вами обсуждали, говорили, что такое патриотизм, да? Для чего он сегодня нужен вообще в нашем обществе. Ведь все прекрасно, солнце светит, птички поют, наркотики распространяются, на дорогах гибнет в два раза больше, чем в Великую Отечественную войну. Рядом с Ростовской областью, Луганской, Донецкой уничтожаются тысячи людей православных, как и с той, и с той, и с другой стороны. И все, и тишина. Вот как раз планета Русь и создается, и в принципе мы уже созданы. Мы уже созданы, потому что это вызов общества. Это та геополитика, в которой мы не только выстраиваемся, а мы хотим показать сегодня, что необходимо делать. В том числе и в борьбе с такими журналами, как Флирт, которые возвращают наше общество. И если кто видел, читал там другие издания, я, как и любой человек, тоже посещаю соцсети и вижу, что происходит, когда в тех же школах девочке 15-16 лет, она не думает, куда поступить. Она думает, как попасть на эту обложку журнала, чтобы спокойно себя комфортно чувствовать. Зарабатывать себе на косметику, на чулки и все остальное. А это как раз и есть не только развращенность общества, а как раз отсутствие идеологии воспитания детей и молодежи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!